История путает факты Недавно, на пути в Псков, я проехал по железной дороге станцию ДНО, ту самую, где сто лет назад состоялось отречение царя Николая Второго. Поезд стоял в темноте целый час. В окнах повисла непроглядная тьма. И казалось, что мы погрузились на самое дно мироздания. И в этой бездонной пропасти меня охватила тревога. Не очунился литерный вагон, прибывший с фронта. Царь Николай в офицерском мундире метался по вагону. А к нему уже по лестнице коробкались думские депутаты Гучков и Шульгин. Требовали отречения. И царь, обреченный рукой, подписывал ужасную бумагу, которая осулила Россию без власти. А ему, с женой и чадами, страшную смерть в подвале Ипатийского дома. Ночь смешалась бездонной глубиной святых глаз Трастотерпца, исполняющим волю того, пред кем единственным на всей Земле он нес ответ. Тяжелые ворота с крохотом опускались, навсегда закрывая обратный путь. Революция февраля 1917 года была революцией разрушения, где требуя справедливости и ненависть смешивалась с мечтой. Она раскупорила гигантский сосуд русской страсти, сокрушительной энергии, мечтательного утопизма и беспощадного русского бунта, который хлынул наружу, как парная кровь из перерезанной артерии. И вместе с авроровым залпом над черной от горя невой стрелял в нашу родину Запад и ранил гражданской войной. И били наемные пули. И тот, кто лупил по своим, придумал границы республик, чтобы Русь развалилась по ним. И встали в полях миллионы крестов в изголовьях могил. Но русский реактор со стоном планету по Солнцу крутил. Русь развалилась по Солнцу. И этот смертельный вихрь, чудовищный, беспощадный поток, разметал империю, растерзал ее на клочки, оторвал Кавказ, Украину, разломил страну по Уральскому хребту, растерзал на части Сибирь и Дальний Восток. Сталин репрессиями и террором остановил бурлящую магму разрушительной народной энергии и направил ее в русло модернизации. Провозгласил справедливость, вернул народу заповедную мечту об идеальном бытии. И эта энергия, взятая в железные сталинские оболочки, превратилась в тысячи заводов, опрокинула фашистскую империю Гитлера, окрасила весь земной шар в красный советский цвет. И нету нам равных в умении лететь на пределах мечты, и в небе, сжигая ступени, уносимся в мир высоты, о космосе. Словно о личном мы думаем в звездной дали, и там, со вселенной граничим, границами русской земли. Планета нам кажется зыбкой, летать научились без крыл. Гагарин с широкой улыбкой все небо над миром затмил. В августе 1991 года эшелон государства российского вновь прибыл на станцию Дно-2, где случилось отречение Горбачева и крах Советской империи. Советское государство, не выдержав кропотливой работы ненасытных краедов, рухнуло, чтобы больше не возродиться. Чудовищные силы, скопившиеся в недрах Советской империи, разнесли в клочья великое Красное Царство, которое являлось полюсом мира. Охватывает кольцами города, стискивая их в своих смертельных тисках. И города сгорают от ядовидого огня. Этот змей испепеляет людей, сжигает книги, ломает храмы и памятники. Он выползает из самых глубин преисподней, как дьявол, родивший демона. Сдвинулись с места континенты, воспалали войны, ржохнули, сметенные чудовищным вихрем государства. Зачахла, пропитанная ядом, великая сталинская техносфера. Разгромлены заводы, уничтожены КБ, униженные, лишенные лаборатории ученые, рыдали на развалинах великих заводов. Мы шли напрямую до Бога и падали грудью вперед. И к нашей победе дорога по братским могилам ведет. Она абсолютно прямая, как весь исторический путь. С дороги 9 мая уже невозможно свернуть. Народ змея-борец. В этом его доля. Для этого он создан Богом и поставлен на страже у царских врат. Он весь изжален. Его доспех разбит. Он идет, качаясь среди надгробных крестов. Но там, где он проходит, начинают свести города, множится народ, а в храмах звучит пасхальное пение. Был выкован меч на Урале, поднял Сталинград этот меч, снесла сила духа и стали фашистскую голову с плеч. А меч как реактор уснувший застыл у солдатской ноги. И спит он России послушной, пока не разбудят враги. Россия ЛИРИЧЕСКАЯ Продолжение следует...